Агентство Хабар представляет К 30-летию независимости Республики Казахстан Трилогия. Казахи. История государственности. Фильм первый. Казахстан. Государство, расположенное в самом центре Евразии. Девятая страна в мире по площади занимаемой территории. Население Республики насчитывает 19 миллионов человек, среди которых представители более 130 национальностей и 17 конфессий. Это сухая справочная информация о государстве, которое в 2021 году отмечает 30-летие независимости. Но какой он на самом деле, независимый Казахстан? Когда и с чего началась его история? 1944 год. В самом разгаре Вторая мировая война. Для народов, входивших в состав Советского Союза, ставшая Великой Отечественной. Миллионы советских солдат, русские, казахи, украинцы, узбеки, татары и многие другие, не жалея своих жизней, освобождают от фашистского ига страны Восточной Европы. В тылу ситуация не легче. Все для фронта, все для победы. За родину, за Сталина, с этими лозунгами огромная, обескровленная и обессиленная страна, сотни народов в едином порыве неимоверных усилий день ото дня, как могут приближают день Великой Победы. В такой обстановке 9 августа 1944 года выходит постановление ЦК ВКПБ о состоянии и мерах улучшения массово-политической и идеологической работы в татарской партийной организации и об агитационно-пропагандистской работе в башкирской парт-организации, которая находит в указанных республиках ошибки националистического характера и запрещает изучение истории Золотой Орды, татарских ханств и эпоса Эдигей. Какое отношение это постановление имеет к Казахстану и его истории? Дело в том, что сразу после Уфы и Казани решением ЦК ВППБ группа сотрудников отдела пропаганды и союзописателей СССР была направлена в казахскую АССР в Алмату для оказания практической помощи ЦК ППБ Казахстана в пропагандистской и идеологической работе. По результатам проверки на имя секретаря ЦК ВППБ Маленкова была направлена следующая докладная записка. В ходе работы группой были вскрыты серьезные ошибки и недостатки в идеологической работе казахской партийной организации. ЦК КПБ Казахстана и его отдел пропаганды не сделали для себя всех необходимых выводов из решений ЦК ВКПБ. А секретарь ЦК КПБ Казахстана по пропаганде товарищ Абдыкалыков не принял соответствующих мер к исправлению серьезных идеологических ошибок, допущенных в работах ряда историков и литераторов Казахской ССР. Более того, авторы истории Казахской ССР, вопреки марксистской методологии, положили в основу истории Казахстана не развитие производительных сил, производственных отношений, классов и классовой борьбы, а борьбу казахов за свою независимость. Далее авторы записки. Для быстрейшего улучшения идеологической работы в казахской партийной организации предлагают укрепить отдел пропаганды и агитации ЦК ППБ Казахстана, а секретаря по пропаганде Абдыкалыкова освободить от работы. Однако главным результатом этой проверки стал официальный запрет на изучение истории кочевников. Эпос Едыге был объявлен реакционным и запрещен, а целый ряд видных историков тогда подверглись гонениям. Первыми жертвами среди казахских ученых, пытавшихся изучать и пропагандировать настоящую историю своего народа, стали Санжар Асфинзияров и Мухаммеджан Таншпаев. Расстрелянные в 1937 году. Репрессиям подверглись Ермахан Бекмаханов, Каим Мухаммедханов, преследовали в свое время также и Каныша Сатпаева, Алькея Маргулана, Мухтара Уэзова, Ильяса Есенберлина и других исследователей, пытавшихся пролить свет на историю казахского народа и государства. Золотая ордынская идея, она не просто была идеей национальной, там, тататской, казахской, каракалпакской. Она объединяла все это пространство и вновь возрождала вот это пугало, которое всегда Сталина страшило. Это пан-тюркизм, пан-исламизм. Поэтому именно золотоордынская тема, она вызвала такой резкий ответ со стороны партийной верхушки. И вот фактический запрет с преследованием, физическим преследованием тех людей, которые этот вопрос подняли. Казахам запрещали говорить о Золотой Орде. Только вот то, чтобы была барбарская страна, которая всех угдетала и обижала. Забудьте о том, что это ваши предки. Ведь если народ имеет славное, великое прошлое, это может объединить людей. А в советское время власти хотели, чтобы людей объединяла советская доктрина, советская идеология, а не величие предков. Последствия этой идеологической инквизиции, на костре которой были сожжены и другие страницы истории Казахстана, мы ощущаем до сих пор. И сегодня на рубеже 30-летия независимости вопрос восстановления исторической справедливости имеет первостепенное значение. Ведь, как известно, нация, которая не знает своего прошлого, не имеет будущего. Так с чего началась история современного казахского народа и казахского государства? Величественный Алтай, сакральный Улытау, священный Туркестан, бескрайняя Сарыарка и Седой Каспий. Все эти места являются знаковыми и значимыми для нашей истории. Но начать это повествование мы хотим отсюда, с берегов реки Талас. Это одна из крупных рек Южного Казахстана, на берегу которой уже больше двух тысяч лет стоит древний город Тарас. Он был столицей государства Карханидов, еще раньше входил в состав Карлукского, Тюркешского и даже Тюркского каганатов. А за рождение города некоторые историки связывают с появлением племенных союзов Усуни-Исаков. Именно в долину между реками Талас и Шу в свое время откочевали основатели казахского ханства Кирей и Женебек. Вообще долина реки Талас – уникальное место. В 751 году здесь произошло настоящее столкновение цивилизаций. Историческое сражение между арабскими и китайскими войсками на тысячу лет предопределившее судьбу всей Азии. Решающую роль в нем сыграли тюрки-карлуки. Они помогли арабам разбить армию империи Тан. Тем самым остановив китайскую экспансию на запад и создав условия для распространения ислама на востоке. Однако не менее знаковое событие произошло в долине реки Талас через 500 лет – в 1269 году. Тогда здесь, на территории современной Жамбулской области, состоялся великий курултай потомков Чингисхана – Угидея, Чагатая и Жошеркс, на которой прошел официальный и мирный раздел Монгольской империи. В результате на карте появилось несколько новых государств и в том числе независимая Золотая Орда, во главе которой стояла династия джучидов, собственно, к которой и относились все казахские ханы от Кирея до Тюнисара. Термин «Золотая Орда» появился в официальной истории уже после того, как само государство перестало существовать. При становлении же самоназванием его было Улус-Жошер, или Улуглус – Великий Улус. Однако позже в популярной литературе и историографии термин «Золотая Орда» стал также широко употребим и легитимен. О преемственности казахского ханства от Золотой Орды говорили многие историки. Одним из первых был выдающийся ученый чингизид по происхождению Шокан-Валиханов. В своих исследованиях он писал, по преданиям своим, киргизы почитают себя потомками татар Золотой Орды. Конечно, определения термины «татары» и «киргизы» были приведены им в их дореволюционном использовании Российской Царской Администрации. Но официальное публичное политическое заявление на высоком уровне было озвучено в 2014 году. Тогда первый президент Казахстана Ельбасенурсултан Назарбаев в своем интервью в Улутау фактически обозначил линию исторической преемственности казахов от Золотой Орды. А в 2019 году логическим продолжением этой идеи стало решение президента Хасымжумарта Тукаева о праздновании 750-летия Золотой Орды на официальном уровне. В Улутау түрінде арнайы сұхват беріп, қасиетті мекенің мән наңызын ерекше атап көрсеткенің білесіздер. Сол серепті біз бүгін киелі үлкеге тазым етіп, оның келешегі жөнде ой бөлісу үшін Улутау жерінде бас қосып отырмыз. Біз алтын орданың негізін қалаган, Жошы хамың есімін ұлқтауды, міндеті түрде қога алымыз қажет. Бұл жұмыстар алтын орданың жет жүз елі жылдығын мерекелі үйясында басталуы қажет. Основателем золотой орды или великого улуса являлся старший сын Ченгисхана Жошы. Человек неординарной судьбы, отважный воин, талантливый полководец и мудрый правитель, он стал достойным сыном своего отца. А его жизнь и даже смерть окутаны тайными легендами. Безусловно, хан Жошы – одна из самых загадочных личностей в истории. Вся его жизнь, она связана вот с его отцом. Он был его соратником, был его сподвижником. Ченгисхан его очень сильно любил, ему доверял, его выделял из сыновей. Он предок всех наших ханов, то есть ханов золотой орды и ханов казахского ханства. Золотая орда, основанная Жошы ханом, вопреки стереотипам, искусственно созданным советской идеологией и принципом европоцентризма, являлась одним из самых прогрессивных государств своего времени. Об этом пишут все современники Монгольской империи. Послы Папы Римского, Плана Карпини, Гийом Рубрук. Пишут русские летописи, пишут арабские историки, таки как Рашид Аддин. И все они поражены порядком Монгольской империи. Рашид Аддин пишет, прекрасная земля монголам. Одинокая девственница с мешком золота пересечет ее, и с ней ничего не случится. Представьте, такая девушка-мечта разбойника. Одинокая с мешком золота, к тому же. Идеальные дороги. На Руси дороги появились, почтовые станции, ямы. Существовали до 20 века. Золотая Орда – крупнейшая империя Средневековья. Она занимала территорию площадью более 6 миллионов квадратных километров. Границы Золотой Орды простирались от Аби на востоке до Дуная на западе, включая Крым, Причерноморье и Северный Кавказ. На юге – до низовий Амурдарьи и Хорезма. На севере – вплоть до таежных лесов Сибири. На карте современного мира – это значительные территории Российской Федерации, Украины, Молдовы и Узбекистана. А также практически вся территория Казахстана. Это была великая держава по тем временам, перед которой трепетали государи, скажем, в Западной Центральной Европе, которой Византия платила дань, просвещенная там, казалось бы. Именно в процессе формирования государственной системы Золотой Орды появилось множество новшеств и решений, касающихся военного, экономического, политического, социального, общественного, территориального развития государства того времени, которые, однако, и сегодня являются неотъемлемой частью самых разных стран мира. Таможенная служба, да, там, денежное обращение, налогообложение, та же самая почтовая служба, да, они именно были, вот, достигли высшей степени специализации. В том числе, например, то же самое налогообложение – это переписи населения. Вот именно в Чингисхановское время первые, наверное, все общие переписи населения, которые вообще были проведены на территории Евразии. Это все просто было доведено до, на тот момент, возможной высшей степени. Как и Чингисхан, Жоше был терпим к религиозным конфессиям, и этот принцип он заложил в основу создаваемого им государства. Золотордынское общество представляло из себя яркую палитру народов и племен с их уникальными культурными и ментальными особенностями. Именно в этом бурлящем котле происходил этно и культура генез современного казахского народа. Просто биологически являемся потомками этого населения, генетически. Мы есть потомки этого населения, когда об этом говорят и антропологи, об этом говорят и специалисты в области популяционной генетики, об этом говорят, собственно говоря, и все казахские чижири, которые, опять же, всех родоначальников наших племен, родов, это все действующие лица золотордынской эпохи. Много удивительных легенд у моего народа. Вот одна из них. О жестокости Чингисхана, о диком коне кулане, о многострадальной тамбре. Да, у казахского народа действительно много легенд и преданий. Но именно древняя легенда о Жушихане, несмотря на запрет, была экранизирована одной из первых в истории отечественной мультипликации. В 1968 году на киностудии «Казахфильм» режиссером Амином Хайдаровым был снят мультипликационный фильм «Ахсак Кулан» по мотивам казахской народной легенды. Событие уникальное для советского Казахстана, ведь в основе его сюжета, несмотря на запрет изучения наследия Золотой Орды, лежала история Чингисхана и Жушихана. Конечно, без идеологического подтекста не обошлось, но то, что авторам этого произведения удалось затронуть и экранизировать тему Жушихана и Чингисхана, уже большая удача для того времени. К слову, над созданием мультфильма трудились такие мэтры, как Нургисат Линдзиев, он написал музыку, и Шакен Айманов. Это его голос звучит за кадром. Уникальность этого мультфильма еще и в том, что его сюжет подтверждает одну из основных версий гибели Хана Жуша, а именно во время охоты на куланов. Причувствие омрачило сердце Чингисхана. Он повелел найти сына. Прототипом сказителя, который сообщил Чингисхану страшную весть, является кедбугаж Рау из казахского рода Найман. Один из сподвижников великого хана, он известен нам еще и по знаменитой битве при Айнджалути в современном Израиле, в которой его войско столкнулось с армией султана Бейбарса. Так вот, практически во всех версиях легенды Акса Кулан, только кедбугаж Рау или великий жрау, как его еще называли современники, решился сообщить Чингисхану о гибели сына. Неспроста именно в Жесказгане стоит памятник этому уникальному человеку, и мы находимся здесь неспроста. Буквально в 50 километрах отсюда находится могила Жошихана. Сейчас мы отправимся туда, но по пути посетим еще одно интересное и загадочное место. Его видно издалека. Со стороны он напоминает большую юрту, правда каменную. Вот он, один из древнейших памятников архитектуры на территории Казахстана – дом Баум, расположенный на правом берегу реки Кенгир. Он датируется 8-9 веком. Первым ученым-исследователем его стал еще Жохан Малиханов. Позже его дело продолжили Отенши Альжанов, Алькеймур Гулан и другие видные исследователи. Но никому из них так и не удалось достоверно установить личность человека, которому посвящен этот памятник. Известно только имя. По одной версии дом Баум – это любимый музыкант, то ли Чингисхана, то ли Жоши. Он же, кстати, возможный автор Кюе Ахса Кулан. По другой версии дом Баум – это любимый воин таинственного Аллаша Хана, чей мавзолей, кстати, находится неподалеку, в 20 километрах отсюда. Так вот, этот дом Баум по приказу повелителя истребил стадо куланов, затоптавших ханского сына. Все эти версии интересны, однако они не совпадают с датой постройки мавзолея, которая, кстати, относится к 8-9 веку. А вот по сюжету легенды, которую записал еще Алькей Маргулан, дом Баум является родоначальником племени Кияд, которому, собственно, и принадлежал Чингисхан. Эта версия более правдоподобна в хронологическом плане. Напомним, все эти версии основаны на легендах казахского народа, но так или иначе они связаны с именами Чингисхана и Жошихана, могила которого, очевидно, не случайно находится всего в 5 километрах отсюда. Ну а первое упоминание мавзолея Жошихана в письменных источниках относится к 16 веку и встречается в труде бухарского летописца Хафиза Таныша «Шарафна Мэй Шахи. Книга шахской славы». Описывая поход 1582 года бухарского правителя Абдаллаха на Улытау, он упоминает мавзолей Жошихана. В субботу, 6 числа этого месяца, хан остановился перед Мазаром Жошихана. Еще один источник, который мне известен, это Утимиш Хаджи. Датируется примерно этим же временем. И он пишет о том, что, описывая смерть Жучи, он пишет, что он охотился в Улытау, там погиб во время охоты, и там же находится могила его. То есть это оба свидетельства, по крайней мере, те, которые мне известны, они датируются 16 веком. Мавзолей Жошихана. Здесь был похоронен старший и любимый сын Грозного Чингисхана и основатель Великого Улуса. И, скорее всего, именно здесь в Улытау была его ставка, собственно, Золотая Орда, именем которой впоследствии будут называть всю империю Жоши. С развитием государства появятся новые города и столицы. Орда Абазар, Сарай Бату, Сарай Бирке, Сарай Шик и многие другие. Но начало Джучиевой державы было положено здесь. О том говорит эта святыня. Архитектурный стиль мавзолея однозначно мусульманский. Возможно, его воздвиг сын же Шахана Биркихан. Он стал первым правителем Золотой Орды, применявшим ислам. Вообще, этот мавзолей, расположенный в самом сердце нашей страны, является одним из главных и ценнейших памятников истории Казахстана и прямым доказательством преемственности современного Казахстана от государства, которое основал Жоши Хан. 1946 год. Раскопки под руководством основоположника казахской археологии Алькия Маргулана на мавзолей Жоши Хана. Результаты экспедиции стали настоящей сенсацией. Согласно отчету, составленному Маргуланом лично, археологи обнаружили скелет мужчины средних лет, у которого не хватало всех костей одной руки. Также в захоронении были найдены кости диких животных. Эти находки косвенно подтверждают сюжет легенды Ахса Кулана. Таким образом, Алькия Маргулан, рискуя собственной карьерой, а возможной свободой, фактически доказал принадлежность степного мавзолея Жоши Хан. Это был гражданский подвиг. Он очень многим рисковал. Он прекрасно это осознавал. Тема великого улуса, золото-ордынского наследия, она лежит в самой основе казахского мировоззрения. Вот и Алькия Хаканыч, он прямо вот это очень ярко демонстрирует. И не только он. Там у нас целая плеяда наших поэтов, писателей, ученых. Они так или иначе при всех запретах находили способ донести до народа вот эту истину. Это попытка сохранения вот этой исторической памяти традиционной. Что касается других материальных и нематериальных памятников периода золотой орды именно в Центральном Казахстане, то сегодня на сакральной для всех казахов территории Лутау находятся предполагаемые места захоронения таких видных деятелей золото-ордынского периода, как Ханы Тохтамыш и Кутулук-Тимур, а также Эмир-Ядыге. Скоропостижная смерть Джоши Хана в 1227 году, а спустя короткое время и самого Чингисхана, однако, уже не смогли повлиять на ход глобальных исторических событий. Маховик был запущен. Наследники и потомки Джоши Хана создали государство, которое на протяжении 250 лет играло ключевую роль в мировой геополитике. А в его чреве происходил уникальный процесс, когда из десятков племен и народов создавались новые этносы и культуры. Наследником Джоши Хана стал его сын Бату. История именно его воцарения могла стать причиной появления термина «золотая орда» как название государства. Вот что об этом пишет средневековый историк Утимиш Хадже в своем произведении «Чингизнамэ». Когда умер Джоши, между двумя старшими его сыновьями, Ордой и Бату, произошел спор, кому из них быть главой Улуса. Каждый хотел уступить престол другому. Для разрешения спора о власти, оба сына Джоши, родившиеся от одной матери, и 17 сыновей, родившихся от других матерей, все вместе отправились к Чингисхану. Великий дед, принимая царевичей, велел поставить три юрты. Белую юрту с золотым порогом для Саин-Хана, то есть Бату. Синюю юрту с серебряным порогом для Ежена, то есть Орда Ежена. Серую юрту с остальным порогом для Шибана. Таким образом, Чингисхан выделил Бату среди остальных внуков. И вопрос о наследнике Джоши был решен окончательно. Его братья подчинились ему. Народ изъявил покорность ему. Казахи унаследовали Орду по крови своей. То есть они действительно потомки ханов Золотой Орды. И то, что казахи, казахские жузы вошли в состав Российской империи, имея свою государственность, это заслуга Золотой Орды. Потому что если бы они вошли как племенные союзы, не имея опыта государственного устройства, возможно, сейчас не было бы великого Казахстана. Это очень важно, иметь опыт государственного строительства в прошлом. Очень важно иметь линию преемственности от ханов Золотой Орды к современным казахам. Впрочем, кроме казахского ханства, наследниками Золотой Орды можно считать и другие государства, появившиеся после распада Улуса Джоши, но которых сегодня уже нет на карте в качестве независимых современных государств. В первую очередь это Ногайская Орда, Сибирская Казанская, Астраханская и Крымское ханства. Что касается этногенеза современных народов, то в период существования Золотой Орды начался процесс формирования как наций казахов, узбеков, каракалпаков, ногайцев, современных татар и башкир. Этногенез многих тюркских народов России, в том числе и стран СНГ, Содружства независимым государством, казахов, башкиров, ну, в первую очередь ногайцев, конечно, в меньшей степени, значит, да, и крымских татар, в первую очередь, но в меньшей степени казанских татар, он связан, конечно, с падением вот этой степной империи, вот в частности, вот Золотой Орды. Формирование современного русского народа и государства на протяжении почти 300 лет, находившегося в вассальной зависимости и платившего дань ордынским ханам, также стало возможным благодаря той стабильности и прогрессу, которые дала разобщенным русским княжествам протекция Золотой Орды. Ведь именно в этот период произошло усиление Московского княжества, впоследствии консолидировавшего вокруг себя другие русские земли. После звания Золотой Ордой, когда установилась ордынская власть, прекратили всякие междоусобицы. Но поскольку был один повелителем, и что интересно, что в русской истории впервые царем называют хана Золотой Орды. Ну, царь, вы знаете, это один из титулов византийского императора, ведь Россия духовно была близка к Византии, брала там и религию, как говорится, и все. Царь – это калька со слова «цезарь». Ну, цезарь – один из титулов византийского императора, как вы знаете. И вот первыми царями на Руси, в их летописи русские посмотреть, это были ханы Золотой Орды. Если бы не Золотая Орда, наверное, не было бы сейчас Российской Федерации. Были бы небольшие восточноевропейские государства. В пределах княжеств, которые существовали и воевали друг с другом для прихода монголов. Так что Великая Россия, империя, союз, федерация выросли из Золотой Орды. Золотая Орда, господство Золотой Орды создало для России, ну, в первую очередь, для Москвы, создало условия для развития серьезные. Когда там кто-то представляет, что там набеги следовали один за другим. На самом деле, если мы смотрим русские летописи, периода, допустим, правления узбек-хана, дженебек-хана, там идет тишина великая. Около 40 лет, находясь там под властью Золотой Орды, да, Русь не знала ни набегов, ни воин. Стояла тишина великая. Золотая Орда не была степной империей в классической ее форме. Исследователи утверждают, что в состав улуса Джучи входили около 200 городов. Однако многие из них со временем ушли в небытие. В том числе и этот уникальный памятник периода Золотой Орды на территории современного Казахстана. Хотя в свое время Сарай-Шик был одним из уникальных городов, который современники сравнивали со сказочным Багдадом. Из Сарая мы выехали верхом с конными повозками. Через 10 дней приехали в город Сарайцук. Это красивый, процветающий город на берегу большой, глубокой, с сильным течением реки Лусу. Где находится второй плавучий мост после Багдада. Ибн Батута о переправе через реку Жайк. Руины столицы Золотой Орды, одного из главных и крупнейших городов своего времени, Сарай-Шик, находятся здесь, на правом берегу реки Жайк, всего в 50 километрах от современного Атарал. Хивинский хан-историк Абу-Аль-Гази в своих трудах писал, что основателем Сарай-Шика был никто иной, как Бату, Баты и хан, сын Жоши, внук Чингисхана. Росла и крепла Золотая Орда, развивался и процветал Сарай-Шик. Здесь золотоордынскими ханами принимались решения, оказывающие влияние на ход мировой истории. Сюда правители вассальных государств приезжали, чтобы получить ханский ярлык направления. О величии и силе города государство говорит следующий факт. У Сарай-Шика, как и у многих других городов, появившихся в период Золотой Орды, не было крепостных стен. Впоследствии, по праву политической и исторической преемственности, потомственный чингизид, казахский хан Касым, перенес Сарай-Шик к столицу казахского ханства. Батухан был выдающимся полководцем и политиком. Внес значительный вклад в расширение и укрепление государства, доставшегося ему от отца. Историей известен его победоносный западный поход в Булгарское царство, на Русь и Восточную Европу. Он был одним из самых влиятельных потомков Чингисхана во всей Монгольской империи. Батухан изначально был пешкой в руках центральной власти, но эта пешка потом в последующем стала дамкой. То есть она сделала такую большую карьеру от андердога, человека, который ничего не имеет, до соправителя Монгольской империи. Это, безусловно, политик номер один в 13 веке. После смерти Чингисхана, наверное, это был самый сильный политик на территории как Золотой Орды, так и Монгольской империи. Батый, вот если его представить в русской истории советского периода, такой злобный, полстый, узкоглазый, в мохнатой шапке с кривым таким мечом, жадный человек. Батус Айнхан таким, конечно же, нет. Он унаследовал многие черты своего отца Джучи. Он был даже романтиком в чем-то. Он был романтиком, он был справедливым человеком, он был не чужд поэзии и музыки. И при этом от своего деда Чингисхана он унаследовал мозг организатора, великого менеджера 13 века. Таким был Чингисхан. Не менее успешным правителем оказался и брат Бату Берхихан, который вывел Золотую Орду на новый уровень мировой геополитики. Был мусульманином, установил дружественные отношения с сельджукскими султанами и империей египетских мамлюков, в союзе с которой успешно противостоял государству хулагуидов. При Берке усиливается именно вот эта тенденция, что Уусджучи начинает превращаться потихоньку уже фактически самостоятельное государство. Он уже действует, не обращая внимания на те распоряжения, эти мнения, центры, да, которые идут. То есть он уже такой полновластный, всесильный владыка, да. Именно Берке заложил основу современного казахского, ну, наверное, миропонимания, мироощущения, культуры, потому что это человек, который совместил чингизитскую традицию и тюрко-мусульманскую культуру. Менгу Тимирхан был инициатором упомянутого выше Таласского курултая 1269 года, в результате которого именно при нем Золотая Орда стала фактически независимым от Монгольской империи государством. Освободил Русскую Православную Церковь от уплаты Дани. Русская Православная Церковь и другие церкви, греческая православная там, которые существовали, армяно-грегорианская, они все были освобождены от всех видов налогов. И даже за время Золотой Орды число монастырей на Руси, храмов, оно выросло в два раза. Надо сказать, что в эту эпоху уже на Востоке стало не до Запада. Монгольская империя, как любое огромное государственное образование, крещала по швам. Они еще ощущали свое единство, но его уже не было. Так что Менгу Тимур – первый настоящий независимый хан Золотой Орды, как независимого государства. Однако наивысшего могущества империя джучидов достигла при Узбекхане. Он впервые утвердил ислам государственной религии Золотой Орды и значительно укрепил ханскую власть. Узбек был жестким правителем и твердой рукой правил своей империей. Был женат на византийской принцессе. На Балканах государство платил ему дань. В Болгарии на трон он тоже своих людей ставил. За Дунайской Болгарией, имею в виду, не в Волжской. Византия тоже, в общем-то, на однозначных связях тоже выплачивала дань. Вот Узбекхан был примерно такой. Но он вошел в историю как самый могущественный хан Золотой Орды. При нем Золотая Орда – это действительно мировая империя. Причем по Узбекхану очень много свидетельств, именно говорящих о его незаурядных государственных способностях. Он полностью произвел административную реформу. Он забрал все улусы у других джучидов. Он во главе этих улусов поставил племенных вождей. Из-за появившейся политической стабильности начался резкий рост количества городов в Золотой Орде. Археологи отмечают, что более ста городов Золотой Орды возникло из-за начала правления Узбекхана. Сын Узбекхана Женебек, пожалуй, последний из могущественных ханов Золотой Орды. Он был у власти 15 лет и проявил себя сильным государственным деятелем и политиком. В русских летописях его называли «добрым царем». Во всех источниках он именно как добрый, щедрый, мудрый. Хотя при нем велись достаточно ожесточенные войны, в первую очередь государством Хулагидов за обладание Азербайджаном. Тем не менее, везде он фигурирует как мудрый царь. Вот такой у него образ был, который сохранился на века. К сожалению, это был такой последний могущественный хан, который трагически окончил свою судьбу, будучи убийцами собственными царями. Правление сына Женебек-хана Бердебека связано с началом смуты. Когда в результате ожесточенной борьбы за власть на троне Золотой Орды за 20 лет сменится 25 ханов. Бердебек, сын Женебека, уничтожил большую часть представителей своей династии, матувитов. Это привело к тому, что начался династический кризис. Другие ветки джучитов начали претендовать на этот престол. Этих джучитов было очень много. Мы имели такое большое перепроизводство элиты, когда огромное количество людей имеет право на ханский престол. И именно это привело к тому, что был запущен процесс великой замятни. Доброго царя Женебека убьет его сын, злой царь Бердебек. Но Бердебек убьет другой бег, того следующий бег начнется с замятня, какое красивое древнерусское слово. Замятня. Когда ханы правили ордой месяц, полгода, месяц, полгода. Они настолько перестарались в этой замятне, что истребили всех законных чингизидов. И началась война просто за власть. Таким образом, через 250 лет после основания Великая империя Жорши хана распалась. На ее месте образовались сразу несколько ханств, в том числе и государство кочевых узбеков или ханство Абулхаира по имени его основателя. Абулхаир был чингизидом и на обломках Великого Улуса смог создать централизованное государство, которым управлял на протяжении 40 лет. Абулхаир хан это классический чингизид из династии, которая никогда не правила. Поэтому он всем доказывал, что он имеет право быть верховным правителем. И он по-своему пытался Великий Улус восстановить. Его провозгласила степная знать, которая сделала на него ставку. До этого правил Варакхан, который был отцом Данибека. Внутри элиты их междоусобные распри, вот в результате этих политических игрищ он и пришел на престол. Вначале, безусловно, он был, условно говоря, марионеткой, то есть он был малолетним ханом, который, в принципе, от имени которого управляли разные правители племен. Но в последующем, после того, как он стал зрелой фигурой, он смог всех тех людей, которые правили от его имени, отстроить. Государство Абулхаира было обречено. Оно распалось после того, как султаны Чингизиды, потомки Урусхана, Кирей и Женебек, вместе с поддержавшими их племенами, откочевали в пределы между реками Шуи-Талас на земли западного Магалистана. Кирей и Женебек были потомками Урусхана. Они его власть не желали признавать, и поэтому ушли в Магалистан, ушли на территорию Жит-Су. Они откочевали, просто боясь репрессий. Затем они возвращаются, они фактически, казахское ханство, они воссоздают, забирают власть у потомков Абулхаира и воссоздают то левое крыло великого улуса и продолжают дело того же Абулхаира, но уже как представителя другой династии. По сути, война Абулхаира с Женебеком Киреем это гражданская война. Представители различных политических партий, которые представляют разные политические проекты. И в результате этой борьбы побеждает партия казахских ханов. Этот политический проект побеждает. основатели казахского ханства султаны из рода Шушихана Кирея Женебек. Этот политический дум Верат сыграл историческую роль в формировании не только казахской государственности, но и казахской нации. Именно при них понятие казах, казак из сугубо социально-политического приобрело этническое значение, потому что племена, вошедшие в состав казахского ханства, легли в основу этногенеза будущего единого казахского народа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова